Микс Ньюс Болтком по пятницам после шести вечера Мем, когда звонить будут? Так ты это уже начала, я поняла Ну, здравствуйте Пятница, Лена Лукьянова уже начала Даже кто-то звонит уже Поговорим сегодня о наших и ваших праздниках Уже начались мне подмигивания Неплохо бы и денег заслать, кстати Нужны ли новые праздники? Надо ли бороться со старыми? Очень важный вопрос, который обуревает Не только РПЦ, Русскую Православную Церковь Уже много лет Ну и идеологов некоторых партий Не только в одной стране, которую мы очень часто имеем в виду Инструмент это идеологии или это инструмент для единения культур? Какие технологии и сакрализации есть индустрии развлечений? Об этом мы сегодня поговорим на радио Болтком С Леной Лукьяновой С Кьюли Писп У нас в гостях человек-праздник Артист-шоумен Стас Флоренцев Любимый друг, красавец-мужчина с загорелыми ногами Обеих причем И левый и правый И левый и правый Звоните нам по телефону 672-12-939 672-13-939 Задавайте вопросы Вопросы мы на радио Болтком, на сайте радио Болтком тоже задавали Вы бы хотели, хотели бы вы новый какой-нибудь нерелигиозный праздник Почему вдруг мы решили? Ну понятно, вот у нас даже на столе тыквы стоят Это можно видеть по нашей видеотрансляции Но они бутафорские Настоящие, не бутафорские А можно я поздороваюсь? Потому что вы-то поздоровались, а я-то нет Я ни с вами не поздоровался, ни с радиоаудиторией не поздоровался Какие мы невоспитанные Вы же блондинки, красавицы Я тыковка, здоровайся Здравствуй тыковка раз Здравствуй тыковка два Здравствуй, уважаемая радиоаудитория С которой я ровно год назад в этой студии общался По тогда прекрасной теме в программе «Зеленая лампа» И мне очень хороший осадок положительный такой от этой встречи остался Вот, все, я заткнулся Продолжим про рыжую тыкву Я очень рада, что ты пришел Потому что, на самом деле, не такой простой вопрос Это, как бы, кажется Мы обязательно сегодня пошутим, посмеемся, как умеем Хотя в некоторых стайлбуках радиостанции «Мира» написано первым пунктом «Не шутить в прямом эфире» Вот, но мы попробуем, правда? Почему мы решили об этом поговорить? Ну, собственно, вот эта прошедшая ночь Канун Дня Святых и Хэллоуин был По городу можно было встретить всяческих ряженых И красивых, и страшных И очень красивых, хотела сказать Яну Хотя, скорее всего, подходит даже эротичных Почему-то очень эротизируются некоторые образы Хэллоуина Потому что все-таки, наверное, любовь и смерть связаны навеки С другой стороны, мне очень много лет уже волнует этот вопрос Отчего же так церковь, ну, например, наша русская православная Взъелась на несчастный праздник Хэллоуин? Он красив, он интересен, он весел Дети его страшно любят Переодеваться любят все Все любят играть в какие-то роли Ходить, выпрашивать конфеты Очень прикольно Очень прикольно Никакой чернухи в этом не вижу Никакой бесовщины, которую постоянно пытаются свалить на Хэллоуин Точно так же нету, потому что Вообще-то, как бы, деятелям церкви должно быть, наверное, известно Что Хэллоуин, это, собственно, равно святкам В святке происходит ровно то же в православной Люди переодеваются, переодеваются в разные маски Точно так же ходят, колледуют, выпрашивают сладости Поют песни Ну, то есть, вот, абсолютный знак равно Абсолютно одинаковые два праздника Но, тем не менее, святки – это святое Хэллоуин – это что-то мерзкое, госдеповское, навязанное гадость А мне бы еще хотелось добавить, это моя сегодня ниша будет А вот самодеятельные праздники Я знаю, что в Риге некоторые дома празднуют День двора И очень красиво это делают Собираются люди, показ мод идет Могут приехать артисты Это самодеятельные праздники Праздник Шерлока Холмса, которому уже там Ну, несколько лет, да Около десяти, около десяти лет Это роскошный праздник, который переехал в этом году из Риги в Юрмалу И он прекрасен И вновь изобретаемые праздники Нужны ли они нам? Нужны ли вообще нам жизни? Кроме того, что объявляет государство там выходными днями Кроме вот таких праздников, которые стали международными Надо ли нам изобретать праздники? Что они в нашей жизни? Потому что вот в суете, в жестком расписании повседневном Может быть, нам очень нужны праздники Мне, да, оставь-ка тебе Я зарабатываю на праздниках На праздниках мне они всегда нужны Но для тебя это работа или все-таки радость? Ты же праздники не только зарабатываешь Я люблю праздники, на которых я банально Я же знаю тебя на праздниках, ты же радуешься Я в углу так сижу и радуюсь за всех Это тогда, когда они работают Мне нравятся всякие праздники Я могу сказать по существу Вот три вектора, которые были озвучены изначально Честно говоря, мне по ним нечего добавить Потому что позицию РПЦ я, честно говоря, не знаю Праздник Хэллоуин, я допускаю Вот вчера мне дети пришли И я понял, что я же раньше-то всегда был готов к нему Дети приходят, им конфеты нужно давать И я понимаю, что елы-палы, а мне конфет не... А потом я вспомнил, что у меня конфеты есть И я выкрутился Что касательно праздника с Шерлока Холмса Я знаю, что такой праздник в Риге проходит Я очень рад за организаторов У меня многие знакомые принимают в нем участие И пускай таких праздников будет больше Тем более, что больших энергии и финансовых затрат Они за собой, прошу прощения, не несут И я вот за такие праздники Я могу только, знаешь, по поводу чего сказать Что... Дело в том, что это некое лукавство Что других праздников, аналогов колядок нету Там вот на Западе Они есть У немцев, у австрийцев есть этот Это три короля Это 7 января И тогда действительно ходят люди Имеющие отношение к вот этой религиозной теме Это те самые волхвы Они к ним приходят 7 числа И у меня... Ну, это 7 декабря 7 января А, января, в Фраге, например, это в декабре происходит Именно И у меня у одного друга была такая история Мы пошли переодеваться Потому что мы, слышь, вернулись И его оставили на шухе И сказали Придут дети, конфеты, вот Придут взрослые, шнапс, вот Он говорит, вообще не вопрос Подожди, а у вас же еще в Риге, по-моему, теперь появилось шествие Сант У вас теперь весь город может нарядиться в Сант А где нету этого шествия в Сант? Весь город может нарядиться Ну, в России, например, только один Дед Мороз Это у нас монарх Ты знаешь, я видел Еще с Негурочкой Правда, о московском, по-моему, марафоне вот этом Который, или полумарафоне И там тоже люди бежали вот в костюмах Сант И меня еще удивило, что не имеют отношения как раз к погодным условиям Но они бежали Нет, это был благотворительный марафон Открытых сердец, кажется, Водяновой И обнаженных сестра И там они бежали И там тоже Вот, можно я договор Да, да Она действительно такая клевая И вот человек взрослый стоит Значит, у него здесь конфеты, понятно, дети ряженые заходят Здесь заходят взрослые, наливаешь шнапс Когда немцы или австрийцы поднимают тост Они говорят, прост Он перепутал прост и чус Чус это по-немецки пока И каждый эти классно разрисованные люди открывают двери Он им говорит чус, они разворачиваются и уходят А он такой на эмоциях, он как раз хотел поделиться алкоголем с ним Ну и хорошими какими-то вот такими вещами И потом он так грустно говорит А чего они все убегают? Ну, конечно, если представишь, ты дверь открываешься Пока, пока Вот такие вот калятки тоже бывают А я за любой хипиш Я вот за то, что даже день граненого стакана Который, по идее Очень важный Спасибо Вере Мухиной Опять-таки, наша землячка Почему не сделать такой праздник? Почему много грустных дней в календаре Ну, как-то надо выходить на какие-то другие Вот правильно ты говоришь, не государственные праздники А вот такие, локальные К сожалению, вот в нашем дворе Как-то вот нету праздника двора Хотя люди могли бы это, наверное, делать И люди так могли бы себе позволить Но вот инертность какая-то, наверное А давайте послушаем, что она говорит Слушатели, алло, здравствуйте Скажите, пожалуйста, нужны вам новые праздники? Я не против праздников абсолютно никаких Да, но по сути своей я не религиозный человек И, например, понятие там хэллоуина Да, ну, хотя бы объясните, в чем суть, да? Вот я, например, Рождество западное не праздную А знаете, почему я праздную Рождество православное? По очень простой причине Я смотрю в этот день фильм Старый Новый Год Только поэтому, понимаете? А как таковой праздник, да, Рождество Я вообще не воспринимаю Я, так сказать, сочувствующий атеист По своей натуре, понимаете? Ну, вот конфеты там, дети, конфеты и так далее А в чем суть праздника, да? Вот, например, в Германии там выходной день Это традиции у них, понимаете? У нас традиций таких нету Если это будет просто как народный праздник Кажется для себя, это одно На государственном уровне это совсем другое, понимаете? Давайте разделять А так можно праздновать каждую субботу и воскресенье Вот сегодня пятница, все Пойдем купим что-нибудь, да, это И будем праздновать до понедельника, да? Потом... Давайте не путать за пояс иммиграции, да, и с празднованием Большое спасибо Спасибо Очень быстро и коротко объясню Ты сначала объяснил, а я просто действительно в этом вопросе... Разница Хэллоуина? Что такое Хэллоуин? Нет, Хэллоуин, разве в Германии это выходной день? Нет, это не выходной день совершенно Я думаю, что это просто позиция человека была вот такая вот Да, очень простая на самом деле Это во многих, во многих культурах есть этот праздник, да, стык с Днем Святым, Днем Памяти умерших родственников А перед этим как будто бы разгуливает некая нечисть, от которой нужно отмахаться Поэтому ты надеваешь маски, для того, чтобы тебя не узнали, тебя смерть не забрала И ты ее задабриваешь какими-то сладостями и так далее На следующий день все заканчивается, нечисть всю прогнали, едем на кладбище, вспоминаем ушедших, родных и близких Это есть практически во всех культурах Никто не говорит о том, что это обязательно нужно делать какими-то выходными государственными днями Мы прекрасно видим, очень наглядный, кстати, пример навязывания государственного праздника, который не приживается Это очень хорошо Это то, что у нас будет в России в понедельник Ну, например, День народного единства, который совершенно не приживается вместо Дня 7 ноября, Красный день календаря Совершенно не приживается День Петра и Февронии вместо Дня Святого Валентина Который тоже не приживается Абсолютно нет, но День Святого Валентина все-таки, давайте будем честными, достаточно маркетингово разошелся Все магазины к этому готовы, все женщины ждут цветочки и коробочки конфет Маркетинговые направляющие Маркетинговые праздники, я понимаю, мы поняли тебя, Кюля Значит, заработать на Хевронии так нельзя, как можно на Валентине А неплохо было бы, если бы они смогли это сделать Ну, а что плохого-то? Для вообще, для всей индустрии, для ритейла Что плохого? Зарабатывать на праздниках Почему был придуман День Святого Валентина? Потому что февраль провальный день, провальный месяц по продажам Все уже потратились на новогодние подарки До весенних праздников, до Пасхи еще достаточно долго времени Ритейл стоит в засаде и не знали совершенно, каким образом поднять продажи Придумали прекрасный, красивый праздник Любовь есть у всех В Латвии вот 8 марта как праздничный день отменен А все его все равно празднуют Все равно празднуют И торговцы цветами с удовольствием ожидают Зарабатывают Я думаю, 8 марта хевронию все равно задавят по-любому Да хевронию, мне кажется, все задавят Если вообще-то вспомнить на самом деле, что произошло с этим Петровым хевронием Только лучше бы и... Ну, конечно, с Валентином тоже не сеглах Ну, опять-таки, если перехватить твою вот эту маркетинговую жилку То любой слоган, который с Валентином, там столько риф можно А вы купите у Грузина что-нибудь в День Святого Валентина А попробуй с хевронией Все, до свидоса Провальный проект Абсолютно, абсолютно А сколько денег тратится, государственных, бюджетных, налогов Тратится на то, чтобы навязать этот праздник уже несколько лет подряд Собираются огромные концерты Привозятся прекрасные артисты А давайте послушаем дозвонившихся Вдруг нам что-нибудь расскажут Да, расскажите, пожалуйста Здравствуйте Вы празднуете какие-то новые праздники Или сугубо только идеологически выверенные? Ну, у меня два вопроса Первый, какое отношение на латвийском радио имеет обсуждение неприжившихся праздников в России Это первый вопрос Второй вопрос по поводу маркетинга Очень правильное замечание В Латвии нет ни одной собственной торговой сети Латвийской Все сети пришлые Они обеспечивают себе продажу И, соответственно, рекламируют и продвигают выгодные для себя праздники Развивают их в обществе Для того, чтобы обеспечить себе реализацию То есть народных праздников в Латвии то же самое Нет, кроме лига Может быть, и дня независимости 17 ноября Все Но так же самые неприжитые праздники Как и в России Непонятно, зачем вы их здесь обсуждаете Обсуждайте, пожалуйста, что мы приводим что-то в пример Больше так не будем ни за что на свете Слушайте нас дальше Постоянно это во всех ваших эфирах Вы все время что-нибудь сюда ставите Ну, вы находитесь в Латвии Почему нет? Мы обсуждаем проблемы, которые есть в мире Что вам Россия-то поперек горла встала? В каждой передаче Нет, поперек горла она не встала Спасибо большое за ваше мнение Мы, если мы приводим что-то в пример Будь то Россия, Америка или Чили Это не значит, что нам это поперек горла Просто интересно это сравнить Ну, что же про елочку-то Елочка все-таки Новый год народный праздник Вот вешу не вспомню Ну, кстати, если вспомнить вообще-то так называемую историю Этого народного праздника Она же была придумана в Совках Для борьбы с Рождеством Для того, чтобы побороть тягу к Рождеству Да, никогда в жизни не праздновался Новый год До революционной России Новый год просто не был праздником А в 1914 год Указом Его Величества отменены елки в России Которые были тогда уже повсюду Почему? Потому что немецко-настраждаемая была оппозиция Фильм даже елки был такой как раз про это Первые елки, которые появились Это был 1800 какой-то год Кстати, я боюсь ошибиться, по-моему, конец 19 века Когда елки были... Более того, елки были запрещены Даже при советской власти Первая елка была реанимирована Не хочу произносить имя этого человека Но дворец пионеров имени его в городе на Неве Вот, по-моему, там как раз вот это его инициатива Для того, чтобы люди перестали праздновать Рождество Были реанимированы елки И вспомнил Новый год Ну, например, там все-таки до революционной России Там, да, как рассказывает про бабушка Не было, рассказывала Не было никаких новогодних елок Никто То есть одно дело царские указы, как ты понимаешь Как то и указы Госдумы, и Рады, и чего угодно, Сейма и так далее А другое дело народная любовь к празднику Она либо есть, либо нет Ну, там же, если еще копать Я так старый елочник могу сказать, что государь Петр Великий Когда-то приказал на трактиры, на другие вот места Где собирался народ к возлиянию готовый Вот как раз в преддверии Рождества Украшать все это дело елочными и лапами тогда еще Но опять-таки, переход Григорианский, Юлианский календарь Тоже было как бы его веление Поэтому все-таки елка туда виляла Да, действительно, ее убирали На Новый год елка не стояла Это рождественская была елка Но елки-то были Но рождественские Давайте послушаем дозвонившихся Алло, здравствуйте, говорите, вы в эфире Здравствуйте, добрый вечер Здрасте Вот вы сейчас насчет Нового года рассуждаете Его же Петр Первый ввел Жалко, вы не слышали, что я об этом только что сказал А так ничего Нет, я слышал Но вы сказали немножко в другом ключе Именно ввел празднование Нового года По-моему, я слово-слово как раз сказал Переговори, чего тебе жалко, что ли? Спасибо Так подожди, а вы-то как считаете Нужны новые праздники? Алло Ну вот Ну вот, так мы не узнаем Идея с моим стаканом, по-моему, так и висит В воздухе С граненым стаканом? А я не шучу Я тоже не шучу Я вообще считаю, что чем больше праздников Тем лучше Что-нибудь да приживется И это же хорошо Ну то есть есть разнообразие Есть возможность выбора Кто-то празднует граненый стакан Кто-то празднует там тыкву вырезанную Кто-то, не знаю Радуется государственному флагу Это нормально Слушай, ну я вот помню историю лет 10 назад Мы забыли про праздник Хэллоуин Как бы, ну это не моя тема такая Ну я Люди празднуют и празднуют Детям надо, значит там Что-нибудь помогу Не мои Вот просто чужие за конфетками пришли Мы сидели в неком заведении в Риге И вдруг оказался он ирландец был А он раскрасил лицо И неожиданно из туалетной комнаты Появился не к нашему столику Потому что мы были подготовлены А к какому-то другому Человек получил вот В лицо В торец, да Потому что тот испугался Человек, он тоже забыл про этот праздник Вот А если бы вот тыковки лежали Вот как здесь у вас продумано Чего празднуем? Потому что у каждого праздника Должна быть своя атрибутика Об этом поговорим буквально через пару минут И снова здравствуйте Говорим о праздниках Нужны ли нам новые праздники В студии Елены Лукьяновы Стас Флоренский Флоренцев Флоренский Боже Это про дедушки Так, а потом ты все-таки Флоренцева Да И Килиписьменник Говорим о том Нужны ли нам новые праздники Почему иногда не приживаются они А почему некоторые приживаются Почему не приживаются праздники Навязанные идеологии Вот, кстати Как вы считаете Вот в Латвии, да Есть 18 ноября, да Главный государственный праздник Его, насколько я понимаю Поняла уже там за эти там Пару лет, что я здесь живу Его страшно любят все Ну, не только, наверное, потому что это выходные дни Ну, это день рождения страны Да День рождения страны Его все любят Его празднуют В концерты Люди действительно с радостью ходят Друг друга поздравляют На какие-то демонстрации Поздравляют друг друга И так далее Во многих странах Это как-то ведь не приживается Например Простите, пожалуйста, уважаемый Вердяслушатель Что мы опять сравниваем С соседом Вот день народного единства В России Это совершенно Невыговариваемый праздник Который никто не помнит Как он называется Равно как и 12 июня День независимости Плохо спрашивают Ну да, выходной Отлично А что празднуем-то? Очень часто задают такой вопрос Независимость И не западает То есть ура, что выходной Но праздником это не чувствуется Ну, я опять-таки, видите Я живущий здесь человек Я лишь косвенно могу предположить Что-то я Так ты про здесь говори Про здесь? Почему мы не празднуем? Чего? Нет, здесь-то вы празднуете День рождения страны Для тебя это большой праздник? Ну, я с уважением отношусь Ко дню рождения страны Вот, это выходной день Вот, я обязательно понимаю Что я повешу флаг в этот дом Потому что он должен там быть Я понимаю Вот, есть же куча стран В которых люди машинально Ну, понимаешь Вот, говорите о том Что праздник навязанный Не навязанный Но ведь, по идее Любой день рождения страны Это тоже навязанный праздник Ну, вот не скажи Все-таки мы прекрасно знаем Что, ну, большинство американцев Свой день рождения Свой день независимости Празднуют реально от всей души С огромной любовью Для них это один из важнейших праздников Как, не знаю, как Рождество Вот Очень патриотично настроены все Ну, то есть, как бы Есть примеры Когда действительно Это важный государственный Идеологический праздник Совпадает с народной любовью Ну, смотри У французов Вот, их национальный праздник Ведь он, опять-таки Имеет разные составляющие То есть, с одной стороны То, что произошло там Сколько там 150 лет назад Это было кровавое месиво То есть, даже Но все все равно Пойдут в Марсельезу И все все равно Вспоминают, что в этот И даже забывают Идут в Бастилии И забывают про гильотины Ну, да Это такой день единства Единственное, я вот Опять-таки Если мы сейчас Опять-таки в эту конву Я думаю, мы сейчас Опять разозлим, наверное Какую-то категорию Обязательно Главное, это наша задача Давайте сначала послушаем Кого мы разозлили Алло, здравствуйте Добрый Здравствуйте Ну, вот вы сравниваете Опять день независимости Соединенных Штатов Ну, что вы сравниваете Соединенные Штаты С Российской Федерацией Причем здесь Россия Проладо Вы меня простите, пожалуйста Я выключу вас Потому что Ну, как-то Одни и те же обвинения Уже немножко надоели Давайте до следующей программы А послушаем другого слушателя Алло, здравствуйте Добрый вечер Слушай А вот, может быть, все-таки Дело в том, что Это новое Вот нами Особенно кто не молод Уже воспринимается Потому что все наше Отвергается Вот сейчас в Латвии Собираются отменить Первое мае, если вы слышали И вот они же Все ими По поводу 8 марта Убрать, отменить Сабвеп и так далее И цветочки эти Чуть ли не под полой тащат Так что получается Вот Вот смотрите Так Какой-то пример Вот То есть вы думаете Что они любят новые праздники Потому что хотят убрать Власть хочет Убрать память Я вот про вас вспоминал На неделе Несколько раз Знаете почему? Ну так В виде шутки Такого черного юмора Вот что-то я Невзоров Смотрел Он Невзоров у Гордона Невзоров беседует С Значит Артемием Троицким И вот Невзоров Все время Значит Что-то Новое предлагает Ругайтесь матом Обманывайте Воруйте Курите Понимаете? Ну вроде как Ну это очень старое Во-первых Это очень старое Во-вторых Это Невзоров Нужно понимать Что это большая доля Сарказма и шутки Еще раз Чтобы меня правильно поняли Вот смотрите Это новое Которое приходит Значит Вот дети Пусть гуляют Вчера пришли Детишки Жалко Жаба ест Последнюю шоколадку отдал И купил Пришлось отдать Но это я шучу Так пытаюсь шутить Но вот смотрите Вы в конце скажете Ведите себя плохо Давайте я вас сегодня Вечером встречу Куда вы выходите Сюда К академии Или туда Меня сейчас пугать решили? Вас вести себя плохо Как вам это? Вы понимаете Что это может Под уголовную статью Подпасть Вашу угрозу? Режут иногда глаз Режут иногда ухо Ну так вы не слушайте Вы знаете Это же называется Это называется Рынок Спасибо большое А я бы хотела Вот сказать Вот допустим Человек говорит Вот наши праздники Которые мы привыкли Вот сейчас В парламент взял И отменил Я что-то как-то Здесь не заметила Взаимодействия парламента И граждан Сильного Дискуссии Которые граждане говорят А нам это не нравится Это вот сейчас Медики выходят Говорят Нам не нравится Что закон Который принял Сейм прошлого созыва О повышении наших зарплат А вы сейчас Его не исполняете Вот это нам не нравится А когда вам что-то отменяют Где общественная дискуссия В Латвии Я что-то ее не вижу Я не вижу Что вы своим депутатам Сказали Нам это не нравится Почему вы это принимаете Но наверное Все-таки Надо не сидеть Просто дома А разговаривать Со своими депутатами Со своим Со своим Обществом Поднимать дискуссию СМИ Нравится Не нравится Приходить к единой Точке зрения Или Не приходить к единой Тогда пусть Дискуссия продолжается И Достигать Какого-то Консенсуса Но я здесь Этого ничего не вижу А где Они могут Коммуницировать Ну в целом Значит надо Искать эти площадки Создавать эти площадки Вот то же самое Стас здесь живет И не знает Где коммуницировать Нет площадок Значит их надо Создавать Медийные площадки Уличные площадки Дискуссионные клубы Ну радиоэфир Например Это одна из таких же площадок Конечно Нужно приглашать чиновников Которые Занимаются Принятием законов Разработкой этих законов И Вот пожалуйста Разрывающийся телефон Включать Им в наушники Чтобы они слышали Что Если чиновник не захочет Вот Слышать А это его работа Он нанятый Менеджер вообще-то Он обязан Они не захочет Во-первых Есть приемные У всех депутатов Можно туда писать письма Но давайте все-таки Вернемся к праздникам У нас разрывается телефон Видимо Новые угрозы Должны послушать Алло Здравствуйте Добрый вечер Антон беспокоит Я очень Заняюсь Очень Я давно слышу Радио Болтком Но видимо На вашей передаче Не попадало Еще что-то новенькое Я понимаю Что вы о праздниках Но тут уже пошла Дискуссия По поводу Общественного мнения И так далее Я просто хотел узнать Кто-то сказал Что живут В Латвии Пару лет А сколько примерно Остальные ведущие Живут В Риге В Латвии По поводу того Что вот Нету дискуссии Я живу Девятый год Да Ну если вы живете Девятый год То наверное Помните Дискуссию По поводу Признания русского языка Да конечно референтум Я юрист Профессиональный Поэтому я за всем этим Очень хорошо слежу А как вы Почему вы говорите Тогда что нету Таких ситуаций Когда народ Говорит и дискутирует Очень просто Чиновники И политики После этого Меняют законы Так чтобы больше Невозможно было Дискутировать Ну я думаю Я живу здесь Девятый год За девять лет Одна серьезная дискуссия Ну чуть больше Да в прошлом году Там люди вышли На митинг С защитой Дискуссия По русским школам Очень По русскому языку В школах В общем-то Как-то Ну она Не до конца Конструктивна Люди не умеют Доказывать Сейму И не используют Целый ряд механизмов Которые можно было бы Делать И в общем Смиряются с тем Что им Им приказывают Жить по принципу Принято Извольте исполнять Это моя профессия Это моя профессиональная Точка зрения Я считаю Что их очень мало Этих дискуссий Очень мало Они очень редки Да наверное Их можно вспомнить Единичные Одна дискуссия В год Это очень мало По сравнению С принимаемым Количеством Нормативных актов И с другой стороны Все-таки Одно из важных Высказываний Общества Это выход на улицу Да Насколько я понимаю Здесь Это не запрещено Законом Нет не запрещено Но очень мало принято Да Но помимо того Что мало принято К сожалению Еще это мало Эффективно Если вы помните Опять же Несколько лет назад Медики Когда был Сбор Министров Европы Или какой-то Я не помню Я точно помню Что был разговор По поводу Что люди собирались В нашей прекрасной Национальной библиотеке И медики Тогда тоже выходили И протестовали По поводу того Что маленькие зарплаты И Это нормальное Продленное Рабочее время Опять же Во время этого Министры Кушали Да И вы говорите Что нет дискуссий На самом деле Она есть Просто она Очень С одной стороны Как правило Идет А с другой стороны Никакого слушания Нету Если мы говорим Про другие дискуссии Я просто Я осталась Пока при своей Точке зрения Это предмет Отдельного разговора Может быть Да Давайте мы все-таки Будем разделять Темы программ Мы все-таки Начали говорить Сегодня О праздниках О том Как они проживаются Не приживаются И почему это Случается Хотела бы Стасик У тебя спросить Такую историю Ты Общепризнанный Человек Праздник Здесь В этой стране Не только В этой стране Ты все Про них знаешь Ты умеешь Делать праздник Людям Ты понимаешь Из чего Он строится И так далее Очень много Здесь жалуются Что экономика В упадке Денег в стране Нет Люди отсюда Уезжают Ты чувствуешь Ты даже не первый год Этим занимаешься Ты же много очень лет Что называется На сцене И в этой индустрии Ты чувствуешь Что меняется С годами Я даже говорю Сейчас не про уровень Заработка Я говорю сейчас Про количество Про количество Про уровень Размаха Праздника Ну то есть Разные Сама ответила На этот вопрос Естественно Это как и все Мы Мы это чувствуем Стало меньше Вот таких Ну знаешь Как Чтобы разведить Обстановку Когда-то Ходили Там Байки Там 3-4 года Назад Про Не знаю Самая шикарная Свадьба Которая была Отыграна Там В Латвии Самый Там не знаю Быстрый Но очень дорогой Банкет На который Там Приехал Популярный Коллектив А Юбиляр Забыл Прийти А гости Прилетели Такая была История У меня 3 года назад Было 4 года назад Мероприятие На которое Очень влиятельный Человек На частном Самолете Мега Популярную Звезду Для своей Дочери Привез На 4 По-моему Или 3 часа Самолет Садился в Риге Потом летел дальше И там было так Продумано Чтобы Любимый Исполнитель На 40 минут Там очень суровый Райдер Вышел Вот и спел А невесту Украли В этот момент И увезли На кораблике Кататься Причем я Глаза смотрел Не надо Это делать Не надо В общем Говорят что Один из укравших До сих пор В Латвии Не появляется Так я к чему Вот это уже Вот что значит Традиции Да традиции И все И вот Такого уже нет Более Я скажу Так что Говоря Своими Латвийскими Коллегами Могу Сказать Что Вот В том Сегменте Как бы Какой-то Порядок Есть То есть Мы сейчас Говорили Про новые Года Там все Упорядочено Не знаю Может это Госзаказ В госструктурах Каких-то Знаешь Там уже Четко знают Где Когда Что У меня Как бы Больше Русскоязычный Сегмент И там Вот Ребята Сейчас Говорят Ты знаешь Мы еще думаем Мы не знаем Будем ли мы Вообще Что-то Делать И я Смотрю Даже В однотворческую Составляющую Вот Если Музыкант Может что-то Сделать Он понимает Что лучше Ему куда-то Уехать Если он Хороший Музыкант А меняется Вот Со временем Да Все-таки Всегда есть Моды на что-то Да Одно время Модно Там Я не знаю Пригласить Оперных Див Там Другое Время Там Не знаю Балетных Потом Условного Лепса Слепсом Все Долго Все что угодно Ну Неважно Name it Вот Но Например Я знаю Что В России Простите В последние годы Тенденция У больших корпораций Была Как бы Немножко Снижать Пафос Этого всего Делать Немножко Как бы А давайте Мы потратим Эти деньги На благотворительность Корпоративные Подарки Например Перестали Рассылать Бессмысленные Да Ну там Тебе присылают Набор В огромной Коробке Какая-нибудь Ручка С логотипом Ты ее Либо сразу Потеряешь Либо сразу Сломаешь Я все время Владельцам Компании Как раз Предлагал Еще раньше Говорю Ты же Тратишь На этот Мортидейзинг На какие-то Деньги Добавь В премию Своим Рабочим 20-25 евро И воздастся Тебе И так Ты проходила Сейчас этого Тоже нет И это Даже меня радует Да Ну вот я Про это и говорю Что Даже на праздники Вот она Вот какими-то Волнообразными Процессами Проистекает Да Когда-то модно Там вот Что дорого А богато А потом раз И это поскромнее Контент идет Во-первых Я посмотрел Вот если На свадьбах Очень много Как раз На свадьбах Три поколения Ну одно Чуть меньше Присутствует Молодежь Чуть побольше И родители А сейчас Молодые И их друзья Очень много Инициативных Вот ребят Которые Знаешь Такое Селфмейд Они какие-то Свои вещи Творят И это здорово То есть не приглашают Каких-то вот Перечисленных артистов То есть капустники делают Капустники Причем вкусные Они согласовывают Знаешь Самый лучший сюрприз На любом мероприятии Это сюрприз Оговоренный Вот как С похищением невесты Которая оказалась Очень дорогим И Эти вещи лучше Вот Мне 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 очень нравится Вот Давайте послушаем Дизайн Алло Здравствуйте Не успели Извините Пожалуйста Просто Невозможно было Остановиться Слушай Ну вот хорошо Мы уже поняли Что там Снижается Градус Пафосности Ну в основном Все-таки Снижается Может быть Это потому Что опять же Экономика Мы все Ждем Условного кризиса Потому что Не модно Не модно Как шубу Не модно носить Так и пафос Не модно На праздниках А надо в кроссовках И самим придумывать Понимаешь Может быть Даже не в кроссовках Но вот Такие понты Которые были Да понты Они ушли Бургер с золотом Да С настоящим Уже как бы Не камильфон Ну да У меня была Ну это давно было Я по-моему Где-то в интервью Про это рассказывал Была свадьба На которой Она была Одна из самых Коротких Там за час сорок А там Шесть декораций Должны были Поменяться Там Дима Маликов Играл сбор гостей В белом костюме За белым роялем Группа из Франции Привезенная Двадцать пять человек Гондольер Специально обученный На гондоле Должен был Прудик переплыть И там Все было А женский фактор Победил Подружка невесты Лучший возраст Где-то сорок два Сорок пять Хорошо выглядит На префектном французском У французских актеров Забрала микрофон Я профессионал Я вижу Когда человек Пьяный Вот эта задача ведущего Хорошего ведущего Не себя показывать А вот Этим стрелочником быть Два слова сюда Два слова сюда Пускай сами делают Я вижу Если человек Уже не в состоянии говорить Уже лучше ему микрофон Не давать При всем уважении Потому что люди Пришли не на работу И они уже себя Не контролируют И вот она берет микрофон И говорит Могу заткнуться Да И начинает Полоскать Там правда Не цензурщина была В общем гаски какие-то Ну невесте Ты моя лучшая подружка Я тебя так люблю А я говорю Давайте из кинологического клуба Куда-то выйдем Она говорит Я хочу чтобы сейчас букет полетел И вот букет полетел Не через три часа А вот сейчас И жених сказал Как здорово А и салют они пустили В девять часов вечера Когда еще солнце было в зените Вот эта свадьба закончилась Очень быстро И вот Слушай кстати Как удачно ты вспомнила Этот пример У меня правда Вопрос Ну тоже про праздники Естественно Про свадьбы Летом В деревне Где я снимаю дом Стоит отель Где все время Ну очень красиво Красивое побережье Красивый подход От этого отеля Там очень хорошие фотографии получаются Да Очень красивые фотографии Там все приезжают Там приезжают Просто делать фотосессии Ну и очень часто Практически каждый день Празднуют свадьбу И вот меня поразила Одна особенность Что очень часто Вот эти вот празднования Они очень короткие Ну то есть Два-три часа Все Приехали Welcome drink Сходили на фотосессию Может быть даже Приехал какой-то чиновник Там Они действительно Расписались Сыграл саксофон Может быть пара танцев Welcome drink Все Класс Вот почему-то И ресторану хорошо Можно Да С одной стороны Ресторану хорошо Понятно С другой стороны Ему было бы еще лучше Если бы они гуляли Как нам кажется Если уж свадьба Так это же Свадьба пела и плясала Пока Порвали Порвали Три гармонии В Испании я видела У нас была большая конференция В большом старом замке Она продолжалась там Неделю И мы все время удивлялись Там Пять или шесть Было гигантских ресторанов В будний день Они все были пустые Зачем там столько На одном месте ресторанов И только в воскресенье Мы поняли Там одновременно гуляло Пять или шесть свадеб И эти свадьбы Не пересекались Они гуляли в ресторанах Но вот главную полянку На которой там что-то происходило Они делили по часам Вот наверное Примерно так Ой класс какой Да Ну только конвейер такой Коммуналка такая Коммунальная свадьба Казалось бы Вот и все-таки Как ты Может ты знаешь отгадку Почему так быстро Это Главное Это модный тренд Сейчас еще Снимают люди Около аэропорта Чаще всего Какой-нибудь небольшой ресторанчик Банкетный зал Они Позиционируют уже То что у них Не будет большого банкета А вот именно Такой вот локальный Вы можете нас поцеловать Перед нашим отлетом туда-то Ну как бюджетника приезжает А ты знаешь То есть подарки не нужно привозить Да Никаких бронзовых коней Вот это вот Меркантильная ведущая Конечно Не ну как Ну свадьбу Ведь там же как положено Привозят А я еще знаешь про итальянские Хотел свадьбы сказать У них вот интересно У них вообще Нонсенс У них ведущий Осутствует Это никогда не бывает Если комбинированная свадьба Чуть-чуть итальянцев Чуть-чуть русскоговорящих Они не могут понять Что происходит Какой-то мужик Ходит Пытается кем-то там Манипулировать Так вот У них подарки Вручают При уходе Гостей Я все время думал Интересно Ну-ка салатик передай На троечку Понятно Что там на горячее А что баранины нет Вытаскивай Половину из подарка Ну такого конечно нет У меня такое Причувствие было Ну то есть Если ты например Принес в конверте Там 200 евро То полтинник можно убрать Если тебе не понравился Оторвать Чуть-чуть Четвертиночку оторвать У вас это Рыбка пахла Уже Что-то не то Слушай Я Свою очень хорошую знакомую Которая в воскресенье Прилетает сюда Это Алена Бабенко Прекрасная актриса И Я знаю что Олег Пекай Уже рассказал о том Что она будет Свой фильм В 19.30 В воскресенье Позиционер Представлять который Был снят в Риге Мотылек Поэтому если Вот Вы пойдете Я буду очень рад В 19.30 Спасибо И все дорогие Наши радиослушатели Слушатели Бабенко Она очень хороший человек Так вот Она мне позвонила За 3 минуты До речи своей На Свадьбе своего сына Это было несколько лет назад Говорит Сэра Ты на таком количестве свадеб Мне что-то нужно сказать Я говорю Где свадьба Она же с Кемерово Сама То есть Сибирь Я говорю Я был там Я в Кузбассе Как-то на свадьбе Ну Плакатик там Я сфоткал даже А что написано Я говорю Давайте все упьемся в дым Чтобы было счастье молодым Алкоголь вредит Вашему здоровью Я цитирую просто Что было написано Она говорит Супер Заслуженная артистка Которая представлена Как мама жениха Встала И на свадьбе Сказала Та-да-та-дам Та-да-та-дам Та-да-дам Сказала Лучший тост был Лучший тост Но это было Сейчас это вот уже Я посмотрел Кстати на свадьбе Такого количества Вот упитых Ой Слушай Есть еще 2 секунды Есть Есть еще время Обалденно было Одну свадьбу я вел здесь Я специально не говорю Ни имен Ни фамилий И там так получилось Я людям говорю Если вы хотите что-то сказать Говорите в начале Потому что люди выпивают В конце уже возможности Услышанным Правильно воспринятым Она уже обратно Пропорциональна А мне кажется наоборот Все только больше и больше Начинают говорить Это аж говорить Слушать тоже Я только что была На грузинской свадьбе Мама дорогая Там-там Говорили с каждой минутой Все больше и длиннее На третий день Практически уже кивали Все Там уже свадьба долгоиграющая И там получилось А девушка Она сама Из мусульманской Одной республики Вот А я же не знал Что парень У него русское имя Но он из Павловских немцев И немецкий язык Там родной В семье И сестра Жениха Которому я говорил Слушайте Ну давайте Или сейчас скажите Я говорю Я после 12 скажу После 12 Тут уже валяться Люди будут И она говорит Ну представьте меня Пожалуйста Я встал И надо же что-то говорить Говорю Вы знаете Вспоминая свои Школьные годы Топики По французскому Английскому Немецкому Мы вспоминаем Что мы вот Несли полную пургу И получали хорошие оценки Вот я своей учительнице Говорил Hello my friend Ну какой френд Моя учительница Светлана Романовна Я очень люблю Нашу педагог Я говорю Мой ным из Пит Она говорит Молодец Но меня же не Пит зовут Она все равно кивает В топике Пит написано Я говорю Моя маза из Тычер Моя фаза из Вокер Ну папа в институте Преподает Никак не Вокер Она говорит Садись Пять За что пять Соврал три раза И говорю А вот когда Какой язык Она говорит Немецкий Когда на их перфектном немецком Она говорила Что она имеет Клайн Называю имя этого парня Она не врала Вы так-то хорошо сказали Действительно Вот Наш Мой брат Очень хорошо говорил По немецки Он лучше в семье Еще раз говорю Я не знал Что из павловских немцев И у них родной язык Немецкий в семье У бабушки и дедушки И она говорит Если позволить Я буду на языке Пушкина И вдруг этот Жених Подымает лицо И говорит Nein Lo sprechen Deutsch Она говорит Я воль Мои дамы Ну херен Их вели Гратулируем И вдруг мама У меня мама Филолог немецкого языка А там Тоже самое Филолог немецкого Она встает И на перфектном немецком Говорит Вот как вот Не могла ты На языке бабушки И на дедушке На немецком Так и сейчас Вот сидишь И позор Это я просто В переводе уже Она говорит Мутер Nein Мутер Lo sprechen Neum Deutsch И я Это вот Пререкание идет Башкирская Я проговорился Составляющая Она сидит Вообще не понимает Что происходит Я попросил Диджея Что-то поставить музыку Он поставил Рамштайн Мама знала Все слова Мы долго не могли Маму потом убрать Со сцены Вот А я тут Бабенко-бабенко Тут вот какие таланты есть Слушайте Ну вообще на самом деле Удивительно Как редко Ты на многих Веселых свадьбах Бывал Вот прям Вот чтоб Вот прям Ах Ты знаешь Я вот Опять-таки Отмотаю Минут 5-7 назад Когда я сказал Что мне очень нравится Когда есть какой-то Вот этот самодельный момент С которым люди приходят Вот это очень Классно Душевно У меня такая свадьба была Здесь В Юрмале На пляже Где каждый гость Должен сделать Свою презентацию Свой номер Это было очень весело Это была на самом деле Не свадьба А морская вечеринка Она запомнилась Она очень сильно Запомнилась Но я все-таки Вот вернусь К тому С чего я начала Я считаю Что надо Создавать новые праздники Придумывать новые праздники Надо свои домашние праздники Тоже делать творческими И здесь я абсолютно Согласна И выкладывать Где-то это в сети Давайте делать Да, теперь уже И выкладывать в сети Или писать об этом Или говорить об этом Пусть их будет много Пусть они будут Кто-то ведь Кто-то ведь придумал Сначала праздник Шерлока Холмса Я вот недавно Слушала здесь На Болткоме Была передача Тех девочек Которые его придумали И реализовали И продолжают Его вести Молодцы И он популярный Становится И действительно Он сейчас переместился И я видела Как мой внук В этом году Ждал Когда придет Электричка С этим Шерлоком На станцию Дублты И как потом Все шли по улице Классный праздник Так пусть их будет больше Но главное Они зачем нам нужны Они нам нужны Чтобы мы творили Чтобы мы были более креативны Чтобы мы раскрашивали Нашу жизнь Своими собственными красками От этого становимся добрее Мы талантливее И веселее Мы талантливее становимся Нет Талантливее не обязательно Становимся Становимся Потому что хочется Сделать хорошо Кто-то из психологов Когда-то сказал Что самый яркий признак Шизофрении Когда человек Все время на одних рельсах Говорит Или делает одно и то же И вот для того Чтобы не подобиться Этим шизофреникам По-моему Эти праздники необходимы Знаешь Как такой флэш Такой Сделал А теперь я опять могу работать Ну что Пойдем придумывать праздник Большое спасибо Что были с нами В эту пятницу Вечер Лен Лукьянова Ведите себя плохо Вот Самая безбашенная сегодня Кюля Писпонина Была сегодня Самой меркантильной Как всегда Я стараюсь Только для вас На меня вкатай Стас Флоренц Хороших вам выходных Дорогой и любимой Спасибо большое До свидания Пока Вы слушаете Радио Болтком